Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Однажды девушка проснулась ночью от стука и увидела совершенно странную и непонятную картину. Ее муж стучал молотком по вилке. Вначале она совершенно растерялась, не зная, что и подумать. К счастью, объяснилось все довольно быстро и просто. Муж решил сделать интересный пасхальный букет. Получилось очень красиво. Для того, чтобы сделать такую же поделку, вам понадобится следующее. Вилка, тарелка, молоток, чашка, клей для склеивания пластика, металла и других видов материала, декоративная трава, несколько веточек и маленькие декоративные яйца. Схема действий следующая. Возьмите молоток и вилку. С помощью молотка сделайте вилку плоской, а затем своими руками согните ее в форму доллара. Берем красивое блюдечко, желательно с какими-нибудь весенними цветами. Возьмите клей и намажьте им зубцы вилки. Необходимо приклеить их к середине блюдца. Возьмите небольшую кружку, тоже желательно с разноцветными линиями или цветами. Еще лучше, если блюдечко и кружка будут из одного комплекта. Ручку вилки хорошо смазываем клеем и приклеиваем ее к кружке. Теперь нам понадобится декоративная трава, чтобы немного замаскировать вилку. Приклеиваем ее к тарелке. Берем маленькие пластиковые яйца. Их можно покрасить в самые разные цвета, чтобы поделка наша получилась по-особенному яркой и праздничной. На некоторых даже можно нарисовать какой-нибудь рисунок. Теперь их нужно обмазать клеем и аккуратно расположить в нескольких местах. На блюдце, вилке и кружке у вас должно получиться примерно так, как на снимке. Замечательно будет, если вы купите декоративных маленьких птенцов и посадите их на тарелку. Получится очень красивая пасхальная композиция. Вы можете поставить ее на стол или подоконник, а может найдется еще какое-нибудь место. Кстати, неплохо эта поделка будет смотреться и на полке. Пасхальные яйца, выкатывающиеся из кружки, будут в любом месте вызывать повышенный интерес и приятные эмоции. А какие подобные интересные украшения можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.